Привет, зрители! Случилась у меня страшная трагедия, прям жуткое несчастье, аж две вещи. Сначала у меня долбанулось, оно вообще пару раз уже падало, но как-то ей ничего не было, пластиковая, пластмассовая кружечка. Вообще изначально это был ручной термос советский, сверху крышечка красненькая, она не пережила переезда в эту квартиру. Там вот так вот кручешь за ручечку, эти две такие фиговины так бегут, и можно взбить что-нибудь. Маман у меня и пользовалась. Потом у нас случился миксер советский, который до сих пор у меня жиг. Но суть такая, что я этой кружечкой литровой с зереньями мыла себе голову, очень удобно. У меня как бы шланг этот, душ, ну не всегда удобно, под душем не всегда и тушку, и голову моешь, потому что иногда голова в нормальном виде, если моешь и то, и другое, как-то я стараюсь волосы не мочить. И если наклониться и тоже шлангом мыть, то иногда я поливаю себя ещё и сзади. Короче, мне неудобно шлангом, кран у меня низко в этой ванной расположен, вообще как-то буквой зюна заворачиваться. Я делаю себе в принципе по большей части отвары всякие на волосы. И кружечкой из тазика поливаю, поливаю, всё нищетяк, всё хорошо. Ну вот кружечка однажды у меня тут падает на днях. Я её беру, а у неё такая трещина. Отверху донизу, и как бы я её помыла один раз, но поняла, что вода там мимо как-то протекает. Выкинула её. Последний раз мыла, предпоследний ковшиком, последний раз, ковшик у меня сейчас занят шоколадом всяким, кружечкой моей 350-миллилитровой с котиком, но тоже как-то не очень удобно. Кружечкой я всё-таки пью. Чашка вообще. И я решила, что мне надо доехать до фикса, вдруг там будет какая-нибудь счастье. И сегодня утром, утром у меня было довольно поздно, хоть я и проснулась в 11, но встала я в 2. Отлёживалась после релиза Тарт 6 главы. Я думаю, что у меня мало кто на канале вообще такой фанат Мадоки, читая то, что я перевожу, так как некоторые на меня давно подписаны, но даже до сих пор не удосужились мою проду-то почитать. Ну и ещё я тут пришла к выводу, чисто ещё по школе, по классике, вспоминая, все, кто когда-либо страдал стихописанием или продописанием, или стихопродописанием, вот все, кто страдал стихопродописанием, потом они будут страдать переводом. За спасибо. Короче, релизнула я Тарт и пошла в душ. Беру, расправляю шторку свою, она так сантиметров на 25 вот так проехалась, в том месте, где она как раз очень нужна, и я как-то более-менее помылась под душем, под душем-то я нормально помылась, но чуть-чуть, в общем, как бы эти брызги везде летели. Я поняла, что мне надо шторку, я вспомнила. Эту я покупала, что-то не помню, за сколько, больше сотни, меньше сотни, не помню, в Ашане. Мне тогда Лёлька из Тюмени, подписчица, которая мне периодически что-то присылает, сказала, что в Фиксике есть за 199 шторки, я, кажется, тогда 100, что ли, за 100 с чем-то рублей, ну, меньше 200, но больше сотни покупала в Ашане шторку. Такая хорошая шторка, ничего такое. А потом увидела, что в Фиксике есть шторки по 55 рублей, думаю, ну ладно, может, как-нибудь куплю. Увидела ещё в Ашане потом шторки за 60 рублей, но они, как бы, я и тогда видела, но они все были голубые, а у меня ванна в розовых тонах. Ну и, короче, я решила, что надо бы, наверное, дойти до Фикса доехать, он на другом конце города, и купить себе шторку. Ну, посмотреть кружечку, а потом я ещё пару вещей купила. У меня ещё были бонусики какие-то, 12, что ли, 12 вроде с половиной рублей. Так, тут у меня два каких-то чека. Я просто хочу понять, да, 12 рублей 62 копейки ваша экономия составила. Это у меня вот баллы были. Бонусы там когда-то купленного чего-то на Азон, фу, пардон, на Азон на фикс-прайсе. И за минусом этих бонусов у меня вышло 196 рублей 88 копеек. Всё это, тут вообще 4 вещи. И я сначала, конечно, поскакала к шторкам. Увидела шторку. Вот она у нас. Там всяких разных цветов, оказывается. Я тогда видела в Фиксе, но что-то я как бы посмотрела. Мне показалось, что они все голубые, потому что на этикетке нарисована голубая шторка. Но, оказывается, если развернуть сюда, то можно найти разный всякий рисунок. И такие, и чуть потемнее, и с голубыми и белыми цветочками, и с какой-то ещё фигнёй. Одна только мне голубая попалась. И вот вот эта шторка у нас. Шторка для ванны 180 на 180 сантиметров. Тупо говоря, квадрат. Сделанная у нас в августе 2019 года. Срок годности не ограничен. Можно сделать как бы... Тут написано, показано, нарисовано. В общем, прямоугольненько. Можно сделать, видимо, что это, если у вас, допустим, ту подушек, а не только ванну, то можно и по квадратику. Так, 55 рублей цена. И тут у нас 4 по 3, короче, 12 колечек. У меня этих колечек уже скоро можно будет кушать попой. Потому что я купила, когда себе эту фигнюшку, на ней были колечки. Купила к ней, когда вот уже сделали мы ремонт, и можно было ванной пользоваться, она была только шторку. Вот когда уже купила. Точнее, ещё не купили квартиру, но уже въехали. Но, кстати, 14 апреля будет 2 года, как я тут сюда въехала и вот живу. У меня тут родня заходила. Слушай, сколько ты тут уже живёшь? Я говорю, вот такого-то числа будет столько-то лет. Всего лишь 2 года. И, в общем, у меня есть кружочки от первой занавесочки, кружочки от второй занавесочки. И кружочки уже от этой занавесочки. Может, их куда-то можно потом пустить будут, эти кружочки. Вот они вроде такие неплохие кружочки. В общем, вот такая занавесочка замечательная. Я, наверное, её уже завтра повешу. Я вообще пришла домой, я думаю, сейчас покушаю и запишу ролик. Или что там, я так спать захотелось. Думаю, сейчас повежу немножечко с котиком. Думаю, я даже не знаю, во сколько я там доползла. В 6 с чем-то я, наверное, доползла до кроватки. И где-то в 9 я только проснулась. Ну, вообще, на самом деле проснулась раньше, но сползла я в 9. Где-то в 8 с чем-то я глаза открыла. Думаю, блин, фига себе, я уснула. Думаю, ну, завтра запишу. Потом думаю, а что завтра? Это мне понадобится уже завтра кружечка. Мне понадобится уже завтра это занавесочка. Запишу-ка я сегодня. Ещё я такая припёрлась уставшая. Ну, и так думаю, сейчас чаю попью. Там ещё еды поела, чаю попью. Ну, чего же я ничего сладенького так чаю не купила? И тут с кровати сползаю, смотрю, а у меня ведь сладенькое. Вот что к нему не перейду? Потом кружечке. Потому что в магазине фиксики я попёрлась сразу что-то глянуть. Ну, пока смотрела везде кружечку. Попутно ткнулась к сладенькому. Зрители, которые меня давно смотрят в курсе моих загонов, если вы случайно, зритель, вдруг припёрлись, а вам понравилось, вы решили подписаться, можете поставить пальчик вверху. Можете поставить пальчик внизу. И нажать на колокольчик, решили вдруг. И тут-то офигеваете, что я тут загоняюсь по поводу какого-то там ароматизатора или красителя. То, вот знаете, я загоняюсь этими составами. Потому что у меня на какой-то Е666 аллергия, у меня начинаются аж глаза и всё остальное. У меня на пальмовое масло тушь какая-то аллергия. Вот у меня и подруги есть, почти дикая аллергия. Вот у меня примерно такая же. Ну, просто вот я его здесь чувствую, это пальмовое масло. А тут, слушайте, такое прикольное счастье. Ну, шторка, я сказала, 55 рублей. Тут у меня уже всё пробилось, видимо, с учётом этой скидки. Потому что шторка у меня тут идёт 51 рубль 68 копеек. Короче, чё это у нас такое? Конфеты пухлый кролик. 25 рублей 85 копеек они мне обошлись. На самом деле они 27,50. Пухлый кролик, воздушное суфле. Вкус пломбира. Ну, короче, мне кажется, это типа маршмеллоу. Я, по крайней мере, так думала. Но они называются конфеты неглазированные пухлый кролик со вкусом ванильный пломбир. Состав сахар, патока крахмальная, желирующий агент желатин пищевой, крахмал картофельный, ароматизатор, пломбир. Всё. Отличный состав. Пофиг, что там где-то в конце ароматизатор в кавычках пломбир. Я его переживу. Но тут нормальный состав. Я сначала думала взять два пакетика. Я думала, что мне эти два пакетика? Я сейчас очень редко на самом деле ем сладкое. Я ещё реже что-то стала его себе готовить. У меня там есть смесь ежа и ужа в результате метра колючей провойки. На самом деле я просто сушёные яблоки эксперимента ради в своём стационарном блендере промолола внезапно в муку. А потом к ним добавила, но уже отдельно промолола. Их пересыпала в какую-то ёмкость. В отдельно промолола ещё фундук, который, кстати, покупала в светофоре. Вообще у меня дорога была в светофор, а потом фикс. Потому что думаю, ну зайду в светофор, вдруг там есть эта кружечка. Но я бы решила зайти сначала в фикс. Думаю, если не будут в фиксе кружечки, пойду в светофор. И как бы... Это тут 85 грамм. Нельзя так насиловать организм, что потом устаёшь и забываешь, чего говорил перед этим. Был повод поржать кому-нибудь в комментах или там похейтить меня. Я вчера тайплю, у меня какое-то существо, которое на меня было подписано на одну группу ещё до того, как я стала видеоблогингом заниматься так конкретно, как вести канал. Потому что до этого я сидела в бумажных печатных площадках, типа ЖЖ, ЛЖР и подобное. Потом оно подписано было, а я его вчера забанила. По-моему, ночью даже. Может быть, даже сегодня ночью его забанила. Потому что хрен ли, знаете, вот так сидите, делайте перерыв. Я вообще залезла в ВКонтакте глянуть, если человек, которому мне нужно было в сети наличие. Руху протянешь, его не достанешь. Он далеко в самой, блин, Японии. Ну, короче, я залезла в ВКонтакте и так офигела. У меня там какое-то животное. Кстати, в Инсту это скинуло. Если кто не подписан, можете подписаться на Инсту. Логин такой же, как на Ютубе. А вообще ссылка в фобоксе есть на эту Инсту. Ну, и там, значит, человек такой мне написал очень экспрессивным языком, что его очень раздражает мое видео под фотографией. Я так подумала, если тебя так раздражает мое видео, что ты сидишь в моей группе Ютубной ВКонтакте. Я и забанила его с комментарием подобным. Короче, в общем, я к тому, что если вас бомбит от того, что человек уставший, но решил записать ролик, кто меня тянет писать этот ролик, да? И вдруг забыла, о чём-то режил, то у вас есть повод поржать. О, кстати, тут такой пломбир. Меня на днях очень тянуло купить пломбир, а потом думала, блин, я тут делала себе топлёное молоко практически. Кстати, топлёное молоко тоже делала. В общем, у меня получилась сгущёнка по типу, как на топлёном молоке местами. Я смещала потом эту сгущёнку со сливками, которые в доме деревни 33% в магните покупала по скидке. Засунула в морозилку, через полтора дня у меня был вот такой вот крем-бюрешный пломбирчик. Думаю, нафиг, я потом лучше себе куплю сливок и сделаю мороженое. В общем, оно такое вот мяконькое. В общем, остановилась я на том, что хотела взять два пакетика, а потом подумала, что нафига. Потому что я как бы вот купила тут себе зефира, и он сначала долго лежал. Ну, съел пару штук, он лежал долго. Потом как бы я чё-то хочу, я вот его ем, определённую дозу себе, скажем так, съем, а потом мне уже его, ну, не надо совсем. И ко мне не настолько часто гости заходят, а некоторые, оказывается, не все сладости едят, которые заходят. Уже больше нет тех людей, которые захотели в гости, сметали всё, но в своём пути, своим языком, руками и так далее. Благо, что их больше нет, этих гостей. И, короче, я подумала, что вот, ну, одного пакетика мне вполне хватит за глаза и уши. Если он мне понравится, то я съезжу фиксик и куплю ещё, да. А если не понравится, а купил при этом два, ну, бывает такое, что вроде с виду всё ништяк, состав нормальный, но не понравилось. То оно будет лежать, портится как-то, жалко. Жалко еду. У меня и так еда умеет портиться, я про неё умею забывать, она мне мстит. Поэтому я взяла один пакетик, ну, и что это, вот, 85 грамм, 27,50, нормально. У них ещё, например, смело, иногда просто такое с розовеньким, было белорозовое, что-то такое за 55, кажется, в последний раз покупала. Конечно, дешевле, чем в магазине. Я в магазины сейчас редко хожу, у нас рядом только вот из таких вот сетевых только магнит. Ещё пара магазинов есть, а туда ещё реже захожу. Поэтому как бы я особо не в курсе, что сейчас продают. Ну, и я как-то, когда стала сама делать всякие эти сладости, не только сладости, я вообще как-то перестала смотреть на полки вот с этой вкусняшкой, и крайне редко что-то себе покупаю. Обычно, когда тарт перевожу, или, допустим, или дачу за Никитой, вот, рендроп с эту магиреку. Ну, и тут что-то вот, думаю, ладно, можно купить, в принципе, так вот. Я сейчас вспоминаю усиленно, что я на днях делала бисквитик на аквафабе с клюковкой, с клюковкой. И прошло где-то так, чуть меньше суток, как я его приготовила, убрала, чтобы он не обветрился, чтобы тот по нему всякий кот не походил, свои волосами не потряс, в духовку, в которой же пекла. И так вот к вечеру этого же дня, думаю, блин, чего же сладкого, то у меня нет ничего к чаю, надо было хоть что-нибудь испечь или приготовить. Так смотрю на духовку, блин, у меня же там пирожок. На сутки я про него забыла, сегодня я вспомнила, что у меня же, блин, пирожок, надо бы его как-то схомячить, там, в общем, три четверти осталось, а к тому, что я даже про своё сладкое какое-то забываю. Хотя у меня есть коробочка сахара килограммового, рафинадика, я иногда его схомячу с чаем, крайне редко. В общем, вот такая вот штучка. Так что, если вы любите воздушный такой зефирчик, ну, или что-то типа маршмеллоу, то бегите в свой фикс, если он у вас есть. 27,50. Если у вас баллы есть, то ещё дешевле будет. Потом я подошла к стенду соков. После того, как уже безрезультатно не смогла найти там, где обычно всякие контейнеры бывают, эту свою кружечку. Там всё что-то новое, то ли к Пасхе подготовлено, то ли к саду. Я вот так подумала, у них же вот не всё же это раскупается, которые там вот сезонные какие-нибудь вещи, да, или то, что у них вот постоянно есть, но не совсем сезонное, как бы обновляемый продукт, или просто вот привезли, оно лежит, лежит, в этот раз всё ровненько так по полочкам, всё ништяк, всё так компактненько. Цена, если есть, то она именно такому товару соответствует, а то иногда берёшь, и хрен знает, сколько оно стоит. Не на всех этикетках есть вот эта вот цена, там 55, 77, 99, и так далее. Не на всех вообще есть вот цена рядом висящая, чего берёшь, кота в мешке. И я, значит, глянула, там вроде какой-то такой ковшичек был, но он садовый, он как-то, ну не очень удобно, думаю, ну ладно, зайду, значит, светофор. Хотя я заходила к кореянке, купилась на 575 рублей, ещё думала сначала мукбак, сфаять, ну блин, я такая уставшая, мне организму надо отдохнуть, спокойно поесть, без всякой камеры эту еду, к тому же тот ролик, который там этот болтливый, веганство, минимализм, и что-то там с минимализацией этого мусора, бытовых отходов. Я про это мало что читала, но как бы именно про минимализм, и этот мусор, чтобы как-то внятно что-то сказать, думаю, с моим уставшим мозгом я сегодня не осилю никакой мукбак, думаю, лучше я его как-нибудь в другой раз сделаю, под какую-нибудь другую еду, а эту еду спокойненько сама похомячу. И как-то в светофор не хотелось тащиться, потому что после кореянки когда зашла в фикс, потом бы ещё пришлось в светофор с этой едой тащиться, думаю, может быть, в последнем месте у фикса перед кассой будут всё-таки эти кружечки. Ну и, короче говоря, да, вот насчёт тормознутости мне сегодня скинули две страницы, в личку вконтакте, две странички от разных моих манг, одна уже закончена отсутствована, другая Гладом, по-моему, которая уже давно реализнула, это тарты, и там в обоих местах был грифсид в виде бабочки. Я настолько тормознутая, что поняла прикол только, когда человек мне другой сказал, что, типа, ну, прикольно же, смотри, такое совпадение, то всё. И только после этого я поняла вообще саму суть этих грифсидов, ну и что колокол там в судзаные, колокольчик у неё этот, на волосах и само имя, ну и то, что колокольчик, колокол в небе у тарта, как бы взаимосвязь. В общем, это протормознуться и нежелание есть на камеру ту еду, которую я сегодня купила. У нас ещё, оказывается, закрылись такие, что я не знала, они закрылись ещё в январе. Сказочный слоупок. Вот я увидела сок, я покупала похожий сок, я так, да, вот на ценнике там один и тот же сок есть, оба по 50 рублей, килограмм. Я покупала раньше в бутылке такой характерной. В таких бутылках, похожих, продаётся сок с другой фирмы в этом самом магните вот у нас. И ещё есть какой-то Реодора 40, но он давно не появлялся, так же, как шоколадные реки, какао, где сахар и какао в составе, только в круглых баночках. Мне очень нравился магните. Вот я в двух магнитах была в нашем и ещё в одном, но я больше не видела этого какао. Очень мне нравился магнитная марка. Ну и там сок тоже такой иногда покупала, тоже неплохой. Дешевле, конечно, чем тот, который другой фирмы, но в похожих бутылочках. Вот так. А тут, значит, стоит такая бутылочка вот так вот, похожая практически на коробочку, без всяких выделений, вот просто такая вот монолитная бутылочка в стекле. Тот в стекле, в этом стекле, думаю, наверху, значит, моя обычная бутылочка, которую я раньше покупала, она всегда какая-то липкая была, этим соком уляпленная сверху. Липкая, липкая, липкая. Меня так и тянет всегда руки помыть от этого липкого. Это ещё с детства, когда у нас там дедушка с бабушкой обычно мёд качали с пчёлами, и этот мёд был везде. Это можно, наверное, к моей фобии отнести, как боязнь бабочек, воды и лифтов с замкнутыми пространствами, типа подвалов. Короче, потом вот эта бутылка, дизайн вот новый для меня. И, значит, коробочка уже потом я думаю, сначала хотела взять бутылку, блин, она тяжёлая. Хотя я уже тягаю эту гирю 8-килограммовую, за счёт этого меньше как-то чахну, докну, сохну, и лучше себя чувствую, и легко стою с корточек, и у меня не кружится при этом голова, обычно, если я резко встану, то привет! Сейчас сляпну в обморок. Так что, люди, если у вас низкий манитет, тягайте гирю, махайте ей, махи делайте. И думаю, блин, что-то вот это стекло у меня вроде как там есть, чего куда положить, и пакет прочный, но думаю, что-то много как-то набирать неохота. И тут я вижу, рядом стоит такая коробочка, я так глядь на ценник туда-сюда, один и тот же. Значит, глядь на состав и фирму один и тот же, дары Азербайджана. 100% качество из Азербайджана сок гранатовый. Значит, он тоже как вот продаётся и тот, и другой, который вот в магните. Последний раз я покупала, по-моему, маленькой бутылочке или литровой. Литровый, по-моему, был по скидке, по цене, как маленькая бутылочка. Что-то 69, что ли, рублевчик. какая-то акция была у меня близнея родственница сказала, Лёля, там такой сок, он крутой. И он мне показался какой-то слишком разбодяженным. Вот этот Треадора, он как-то более густой этот сок, Конечно, не в сравнении с тем, что я пила в Абхазии, но там вообще был как бы виноград, тёмный сок, тёмного винограда, чёрного, и вот этот гранат вместе, два в одном. Уж и ёж. Ну и тут был как бы написано, честно, было концентрированный сок, разбавленный там типа водой и добавлен сахар. Тут просто как бы концентрированный сок, сахар, но восстановленный типа вот, который другой фирмы, я просто не помню название, там вроде три буквы какие-то, а может и не три, у меня же ассоциации странные, но он стоит сейчас у нас в магните литр 169 рублей, Тут значит 50 рублей за литр сок гранатовый установленный с добавлением сахара, постерилизованный и ассептически упакованный состав. Гранатовый сок, сахар, изготовлен из концентрированного сока. При температуре храните от 2 до 25 градусов, 75% не более влажности, и после вскрытия не более суток. Ну и вот оно у нас. Адрес производства Смоленская область, изготовитель Москва. Причем тут Азербайджан. Зачем я вот это прочитала, я была уверена, что если написано гранатовый сок качества из Азербайджана, то так и есть. Ну, суть такая, что я тут покупала несколько раз еще при бабушке, давно еще, когда у нас фикс прайс открылся, уже год как, а я только узнала об этом, и он мне нравился. Я подумала, если есть вот коробочка, коробочка все равно легче бумажка, чем стекло, и как бы мне бутылок сейчас не надо никаких, я никаких сейчас соков варенья не делаю, ибо ничего не растет еще как бы рано, и я решила взять себе коробочку. Ну, ее можно взять на переработку. И вот он у нас заделан 9 марта этого года, и до 9 марта 21 года он хранится, до 13.46. Я думаю, он выпьется раньше. Я сейчас его буду монтировать ролик и соку попью. Ну, и последнее, я, значит, подхожу к тому заветному месту, где всякие кружки, чашки лежат, и внизу вяжу какую-то такую странную кружку. Они, видать, такие-то потопные, давно там лежали, потому что крышечки по большей части, или пыльные, или такие обляпанные, или еще что-то. Думаю, это же можно помыть, в принципе, все равно же. Я нашла более подходящую кружечку с крышечкой. Тут еще даже что-то такое, как, в общем, ровненько, без всяких ляпов, какая-то вот липучка, липучная, и вот она. 77 рублей кружечка, 880 миллилитров. В принципе, почти литр, как вот у меня был, я хотела примерно такую же. Я думаю, ей вполне будет удобно черпать и окачивать шевелюрку. Крышечка мне нафиг не уписалась. Я хотела просто кружечку, кружечку, но я подумала, в принципе, что, крышечку сняла, она лежит, шевелюрка не просит. Потом, если вдруг что понадобится, и вот так вот убрал, закрыл контейнер. Но, если я вдруг лучшее что-то найду для поливания своей шевелюры, но вот это, в принципе, мне нравится. Можно в ней греть, в микроволновке, но только греть, чтобы разогреть, похавать. И градусы от минус 10 до плюс 100. Контейнер, кружка для супа. Сделана в России. Вот такая вот. Тут нарисована на этикетке фиолетовая она, но там все были прозрачные, только вот крышки были серые, розовые или вот красные. Я сначала смотрела розовую, но потом глянула какая-то, смотрю другая, красная такая вся ровненькая, красивенькая крышечка. А на этой какие-то развода, думаю. Ну, развода можно помыть, потом я всё-таки выбрала себе красную крышечку. Возможно, даже из неё ничего не прольётся, если вдруг что-то куда-то ехать надо. Вот. Вот такая у меня кружечка. И ехала я туда исключительно из-за кружечки, из-за шторки, а сок и зефирчик были бонусами. Ну и да, я же тут зачитала, да, вот что мне-то вышло по откидке, в смысле по оплате бонусов 72 рубля 36 копеек кружечка. Конфетки 25 рублей 85 копеек, потом вот эти вот, фрешка, да, эта конфета как-то называется. Сук гранатовой, дары 46 рублей 99 копеек, и штора для ванны 51 рубль 68 копеек. Эти ей всё вместе 196,88, как я уже говорила. Вот я не поняла, мне какие-то баллы начислились за то, что нет, баллы мне никакие не начислились по ходу дела. За покупку списано. Я думала начисляться и всё-таки что-то, потому что какая-то там сумма же остаётся. Но я как-то не очень догоняю все эти баллы, фиксы, они каждый раз делают как-то так, что в большей части я не успевала ими воспользоваться, у них вечно какие-то правила были в ущерб клиенту. Ну, как бы, что ещё такое может быть? Так что это, я не так часто туда захожу, чтобы, допустим, успевать баллы списать. Иногда у меня эти баллы просто сгорали, вроде как начислились, ещё тратить нельзя, а потом раз и списались сами по себе. Тут они у меня как бы когда-то начислились и вот списались. Так что всем спасибо за просмотр. И сейчас буду кого-нибудь троллить. Если вы ещё не подписались на этот канал, а ну быстро подписались и нажали на чёртов колокольчик, который судзан на японском, как манго, которую я подобрала и уже перевела. Если вам понравилось это видео, поставьте пальчик кверху. На самом деле я не узнаю, кто конкретно ставит пальчик кверху, пальчик книзу. Мне честно, совершенно фиолетово, кто ставит пальчик книзу, кто кверху и сколько этих пальчиков книзу или кверху. Я иногда смотрю, сколько там у меня на ролике на новом вышедшем, пальчиков кверху, книзу. Ну и так иногда ржу, если там вдруг один такой пальчик кверху. Можете что-нибудь высказать с камен, так допустим, а, Лёля, ты тут такая сонная, уставшая, в пространстве, забыла, о чём говорила, вспомнила, дальше пошла ха-ха-ха. Или, а, Лёля, отдыхай побольше, или, Лёля, здоровья тебе, да, кстати, вот здоровья вам всем, особенно тем, кто… Ну, знаете, я вот не понимаю такого прихода, потому что тот чувак, я знаю, что он на меня в Инстаграм ещё был подписан, и когда были вот эти опросики в Инсте, типа, лайв-стори, или что, как они там называются, ну, когда вот опроса, ты вот можешь посмотреть, кто проголосовал за, а кто проголосовал против, он всегда голосовал против, даже если это вот ну никак не относилось, и человек, которому хочется вот такую вот, я только сейчас поняла, хочется прям такую пакость сделать, вот хочется-хочется-хочется, видать, его настолько переполняло вот это желание сделать пакость, при этом привлечь к себе внимание, что вот он уже не выдержал, и под фотографией написал, что его раздражают мои видео. «Привет тебе, чувак! здоровья тебе психического, физического и вообще. Ну и всем остальным хорошего, отличного настроения, не болейте, все такое. Если вы это все осилили до самого конца, то спасибо. Всем пока!